Третья группа – это группа суфистов, могилопоклонников, сказочников. Эти, их основа такова, что они не возвращаются к доводам книги Аллаха и Сунны. Они берут в довод слабые хадисы, недостоверные рассказы или сказки, которые они передают друг другу, либо сновидения, которые они видят, когда спят, или берут от своих шейхов, которые ввели их в заблуждение, и они не выходят за границы их пути, потому что у каждого из них свой метод, путь, на который они принесли присягу верности, присягнули этим шейхам. Они не выходят с этого, потому что если они выйдут, то погибнут. То есть приходит к ним шайтан и внушает такие вещи. Что когда вы попадете в могилу, то придет к вам наказание. Вы же присягнули этим своим шейхам. Удивительно то, что если бы они присягнули шариатской присягой правителю мусульман, то они нарушили бы ее. А присягнув присягой выдуманной, юридической, то они нарушили бы ее из-за страха наказания. Эти, таков их мангач-путь, это их направление, их источник, откуда они берут. Либо слабый, недостоверный хадис, который не принимается в довод. Либо он ложный, который они оживляют и распространяют. Он ложный. Или он очень-очень слабый. Также не принимается как довод. Они не выходят за рамки этого. Все их доводы, если ты внимательно посмотришь на них, то найдешь, что они из этой категории. Либо это сказки, как, например, что с таким-то человеком произошло то-то, такой-то попал в такую-то ситуацию, такой-то взывал к могиле, и произошло с ним то-то и то-то, к такому-то поднялся из могилы мертвый и сказал, что я исполню любую твою нужду. Как у них приходят? Сказки от шейтана. Либо сны. Сны, не строятся на них религия. Вещи сны, и это из предвестников блага, и только. Поистине сны, это только предвестники. Не строятся на них религии. И не шариатское законоположение. И не религия строится на сновидениях. Однако религия строится на том, с чем пришел посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям. И после смерти посланника, салаллаху алейху ассалям, прекратились неспослания откровений. И не спускаются откровения мертвому, или еще кому-то, как они говорят. Распространяя свои сказки в виде пропаганды, пишут их, сочиняют их. Все это из одной категории. И поэтому сейчас эти сказочники продвигают в массе свои небылицы придуманные сказки. Пишут статьи, публикации, газеты, раздают их всем. Говорят, что тот, кто поможет им с раздачи, тот получит награду. Поднимется по карьере, если он служащий. Тот, кто не будет распространять их, тот умрет, заболеет. И придут убытки в его бизнес. И все подобное этому. Эту вещь вы видите сегодня. Это и есть путь сказочников. Спроси у них, каков твой довод из Курана и сона? Он скажет, это сновидение шейха Ахмада, слуги пророческой обители. Он видел то-то и то-то. Разве сон на нем что-то строится? Или строится религия? Поистине, это сны пророков. И есть откровение Аллаха, Святого и Великого. Сон пророка — это откровение. Однако сон другого нет. Не строится над нем шариатское постановление. Никогда. Однако сон, либо это предвестник блага для приверженцев блага, радуя их тем, что они на благом, либо это предупреждение, предупреждающее, что он ошибается, что он делает неправильно, для того, чтобы он показался за свой грех и только. А если строить на сновидениях дозволенное, запретное поклонение, эта вещь не дозволена. Все это не строится ни на чем, кроме как на книге Аллаха и сунне посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Салаллаху алейхи вассалям. Салаллаху алейхи вассалям.